Чингис с детства мечтал быть сильным и смелым, чтобы суметь защитить свою семью, близких и, конечно же, родину. Кумиром и авторитетом для него стал его отец Айбек Шокпутов, которого в городе знают как строгого тренера по смешанным единоборствам. Кумиром для меня был мой отец, он также спортсмен, и я на него смотрел, рос, и все это способствовало этому. Поэтому в окончательном результате привело то, что сейчас мы работаем в органах внутренних дел. Я очень рад этому, что могу служить своей стране верой и правдой, то, что могу защищать интересы граждан, защищать свою семью. В правоохранительных органах Чингис работает вот уже третий год, и это не мешает ему совмещать семью, работу и увлечение спортом. При этом удается еще и ездить на соревнования. Наш командир, наш генерал всегда положительно относится ко всем поездкам, ко всем сборам. В любой момент, когда подходит соревнование, они отпускают, говорят, давай езжай, покажи, какие наши ребята тюбинские. Всегда с пониманием, конечно, это радует. Годы тренировок прошли не зря. Звание мастера спорта Республики Казахстан, титул чемпиона, а также многочисленные медали, дипломы и грамоты, которые уже некуда складывать, как шутит бабушка спортсмена. Из-за плотного графика дома Чингис проводит не так много времени, поэтому в семье ценят каждую минуту, проведенную вместе. К слову, будущую профессию своим детям Чингис навязывать не собирается. Он считает, что дети должны сами сделать свой выбор. Дети есть, дети вырастут, завтра сами скажут, чего хотят, какие цели у них. Мы поддержим то, что они хотят. Возможно, и будут по нашим стопам идти. Это было бы очень хорошо. Сейчас супруга и дочь Чингиса в отпуске. Он очень сильно скучает по ним, постоянно смотрит на фотографии, созванивается по видеосвязи, чтобы увидеть своих самых родных и любимых. Да и в обычные дни, находясь на работе, он тоже скучает и при первой же возможности старается приехать домой. Когда бывают моменты, сразу убегаешь, когда есть возможность к семье поближе, к доченьке маленькой. Ей сейчас уже скоро два годика будет. Она скучает, конечно же, да, каждый раз, когда видит, радуется. Несмотря на то, что работа в правоохранительных органах нелегка и порой бывает в сложной ситуации, он ни на минуту не задумывается о том, чтобы уйти из профессии. На работе мы часто отрабатываем приемы борьбы, стрельбы, тактические занятия. Отрабатываем всякие различные ситуации. Как можно сказать, это учение нас обучают этому всему. Конечно же, не хотелось бы это применять в реальности, в реальной жизни, чтобы это не находило применения. Хочется, чтобы в нашей стране царил всегда мир и согласие. Субтитры сделал DimaTorzok